Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная Азбука. Сегодня уже 21 октября. Наконец-то у нас установилась такая стабильная минусовая погода. Вот сейчас я вышла минус 5. И это как раз то время, когда можно посмотреть, как ведут себя вот эти вот обогреватели, подогрев грунта. Потому что до этого, я говорила, было все у нас жарко-жарко, буквально еще позавчера была плюсовая. Сейчас мы пойдем в теплицу, и я покажу вам, какая температура общая и какая температура грунта. Но сначала сейчас мы проверим общую температуру в теплице, не грунта, а вообще. Так, минус 3. Но это естественно, потому что вот это то самое свойство поликарбонатовых теплиц, что пока солнце светит, тут тепло. Как только солнца нет, наступает пасмурная погода. И температура тут выравнивается почти такая же, как за бортом. И вот сейчас у нас погода пасмурная. Еще видите, здесь снегом завалено, вся теплица, вот это вот уже сугробы там лежат. Поэтому солнца нет. И тут температура почти такая же, как на улице. На улице минус 5, тут минус 3. Минус 3. Это она у стеночки стояла, вот этот термометр. И тут у меня вот это вот не включено для обогрева воздуха, инфракрасные. Вообще, конечно, очень поздно. Нынче я начала тестирование вот этих обогревательных лент. Потому что весной у нас такой температуры нет, чтобы при минус 5 или при минус 10 на улице мы высаживали. Весной я высаживаю тогда, когда уже плюс 5, плюс 7 на улице. Но так как эта температура все равно прохладная, и ночью она понижается обычно 0 и минус 2, но кратковременно. А сейчас видите, как она установилась у нас стабильно, минус. И он теперь так и будет минус. И мне смысла нет гонять еще там неделю или две вот эти обогревательные ленты, чтобы просто удостовериться. Все это я буду проверять весной, как они себя ведут. Сейчас я просто хочу посмотреть, действительно ли грунт здесь теплее, чем... Вот сейчас посмотрим этот градусник, который стоит прямо в земле. То ли 11, то ли 12, где-то примерно так. И вот смотрите, я, конечно, не могу никакие выводы пока делать. У меня нет каких-то много информации, чтобы ее систематизировать. Но все равно на улице температура опустилась до минус 3, ой, до минус 5. Здесь температура опустилась до минус 3, а грунт плюс 12. Это на глубине 8 сантиметров. И если бы еще вот эти вот инфракрасные обогревали вот здесь воздушное пространство, то, скорее всего, была бы температура приемлемая для жизни, для роста растений. Но еще раз говорю, что это вот единичный фактор. Всего лишь два дня у нас мороз. И из этого делать выводы какие-то рано. О, теплица в морозных узорах. Ну все, зима настала. Выводы какие-то делать рано. Но все равно радует, что хотя бы земля не такая, как на улице в кость замерзшая. Ну все, узоры на этих, значит, очень холодно. Ой-ой-ой. И смотрите, вот здесь, около стенки, видите, даже горчица замерзла сверху. Даже если грунт внизу подогревается, но минус 3, как я градусник посмотрела, вот этот воздух, то, конечно, для растений это холодно. Видите, как этими, как ошпарено, такими, как периодами. Ну как этими, локально померзла. Именно у стенки, в серединке нет. Так что подогрева грунта, конечно, одного недостаточно. Нужно, чтобы воздух был теплый. И весной одновременно с подогревом почвы, в такие вот холодные периоды, я буду, конечно, включать вот эти верхние инфракрасные лампы, чтобы было одновременно холодно. Ой, одновременно тепло. И в земле, и наружу им вот эти листики, чтобы не подмерзли. Ну вот пока все. Пока у меня вот эта информация очень скудная. Только-только начинаю экспериментировать вот это вот выращивание с подогревом. Все конкретнее видно будет весной. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok